Китишград За этой обычной петербургской дверью скрывается целый мир яркой и творческой жизни. Это этнокультурный центр Китишград. Здесь ребята приобщаются к творчеству и искусству, познают русскую культуру и культуру народов мира. Китишград – это наш родной дом, ведь мы здесь занимаемся с самого детства. В студии «Изо» вместе с Мария Анатольевной мы рисуем, создаем картины. А куклы, которыми играли еще наши прабабушки, в мастерской художественного текстиля нам помогает мастерить Лидия Витальевна. Мы изучаем традиционную культуру и русский фольклор на занятиях с Елизаветой Владимировной, Натальей Николаевной и Ларисой Анатольевной. В студии «Керамики» нас учат лепить из глины Татьяна Юрьевна и Карен Рубенович. Мы любим наш Китишград, и поэтому мы решили съездить на Светлояр, где, по легенде, сокрыт невидимый град Китиш. Мы выехали из Петербурга и через день прибыли в Нижний Новгород, но задерживаться мы там не стали. Отправились дальше, через Волгу, в Кержинские леса и поля, и очень скоро добрались до села Владимирского. Село это поразило нас своей красотой. Каменные и деревянные дома с резными наличниками. Когда-то в этом доме жил писатель Владимир Короленко, и многие дома его еще помнят. Мы рассматривали наличники с большим интересом. На всех домах они разные. А вот и наша усадьба Стрижели, в которой мы и поселились. Первым делом мы отправились в детский центр Китиш. Ребята там занимаются творчеством, так же, как и мы в Китишграде. А потом пошли в историко-художественный музей на экскурсию. Там мы узнали, как была устроена русская изба, где был красный угол с иконой, как жили наши предки, какой утверью они пользовались, для чего предназначались разные предметы. Как растили детей и как играли в свадьбы. Как сюда съезжались староверы, бежавшие от церковных реформ. И все это было очень интересно узнать, потому что именно эти места овеяны легендами о граде Китежа. О них нам тоже рассказали на экскурсии в музее. Благодаря китежскому летописцу мы знаем многое об этом сокровенном городе. Град Китеж стал символом духовности в русской культуре. Наша первая встреча с озером состоялась на следующий день. Березовая аллея привела нас к берегу Светлояра. Глядя на светлые воды озера, невольно вспоминаются легенды о невидимом граде Китежа. Город был построен князем Георгием Всеволодовичем и изобиловал церквами. В радости и согласии жили в нем люди. Строили дома, возводили храмы, мастерили ладьи. И благодарили небо за счастливую жизнь. И казалось, что так будет вечно. Но пришла беда. Напали враги на войско Георгия Всеволодовича и разбили его. Город остался без защитников. Собрались китежские жители на главной площади и стали молиться при Святой Богородице, чтобы защитила она город. И укрыла она город своим покровом, и стал китеж невидимым. Вместо города – холмы. Пришли враги, а на месте города – озеро. И только одно отражение увидели они. И с тех пор таят в себе великую тайну – святые воды Светлояра. Но колокола невидимого града до сих пор звонят из глубин. И люди с чистой душой слышат порою их звон, который поднимается к самому небу. И на берегу Святого Озера мы решили спеть духовные стихи. Мимарая блаженного дорожка ляжет. Аллилуйя, аллилуйя, дорожка ляжет, как поветай по дорожке. Два ангела идут, аллилуйя, аллилуйя. Два ангела идут, два ангела, в архангела душе говорят. Часовня Казанской Божьей Матери стояла на Успенской горке испокон веку. Многих паломников она знала, многие споры о вере слышала, да только снесли ее в 30-е годы. Это совсем новая, но народ идет к ней так же, как и в былые времена. Так же ходят люди крестным ходом вокруг озера. Отец Владимир благословляет паломников обойти невидимый град. С иконами и свечами вереницы идут люди, обходя поклонные кресты и святые места. Каждый просит Бога о чем-то своем, потаенном. Каждому есть о ком молиться и о чем подумать. Заканчивается крестный ход на той же Успенской горке, где и начинался. И чаще всего заходят люди в новую церковь, чтобы поставить свечи за упокои и за здравие. Чтобы увидеть священную икону, всевидящее око. А еще прикоснуться к чудесному камню, на котором осталась стопочка Богородицы, когда она обходила город, чтобы укрыть его от врагов. Другой камень дает силы и исполняет желания. Стоит только к нему прикоснуться. Мы покидали озеро, очарованные его красотой и магией. Но впереди нас ждала встреча с жительницей села Владимирского, Марии Евгеньевны Афоншиной. Она оказалась родственницей знаменитого сказочника Сергея Афоншина. Мария Евгеньевна рассказала о старинных обычаях села. Как отмечали святки, крещения, масленицу, Пасху, летние праздники. Рассказала о местных гармонистах. А в конце даже спела частушки, которые пела в молодости вместе со своими подругами. Я писала, сильно топала, гладая нога. Выбивала серо-гладого, что бой я не дам. Я конкуренточку свою где-нибудь ухлопаю. Прилудила, кидадут, колхозе отработаю. Поделились и мы своими фольклорными традициями. Устроили праздник для сельских ребят в Доме народной культуры. Показали, что умеем и чему научились на занятиях по фольклору. А потом праздник выплеснулся на главную улицу села. Озеро, озеро, ноги приморозило. Как девчонки подошли, ноги встали, пошли. Мой миллиончик хороший, только ростом очень мал. Проводил меня до дома, я технолого купал. У меня на сарапане полосы полосочкой. Меня в этом сарапане любят ниндоросточки. Повезло тебе, подруга, тебя мама родила. А меня родил папаша, мама в городе была. И все же еще одно святое место не могли мы не посетить. Дорога снова привела нас к Светлояру. Только теперь шли мы к речке Кибелек, к тому самому месту, где князь Георгий принял неравный бой с войсками Батыя и погиб. Дорога наша шла мимо церкви, за озеро, через лес и широкое поле к святому источнику. Вот она, красота родной земли. Как не любить ее, как не беречь. А мы все шли и шли. Но вот дорога привела нас в чащу. По легенде, споткнулся конь князя, и провалились они вместе под землю. А на том месте забил святой источник. И спили мы студен из святой воды и пошли дальше, к могилам трех старцев или трех богатырей. Как ходила жа грешный человечек, и он по белому свету. Ничего не надо грешному человеку, Ни злата, ни серебра, Только надо грешному человеку Один сажень земельки, Один сажень, да сажень земельки, Да и четыре доски... Мы возвращались обратно, полные впечатлений. Каждый думал о своем. Мы решили запечатлеть наличники и старинные дома села Владимирского и отправились на этюды. Выбрали дом и стали рисовать. Ну и комаров же было просто море. На другой день выбрали красивый дом прямо напротив нашего жилища. Кстати, часть наших педагогов и девочки жили в том самом доме с каменным низом, где и останавливался когда-то писатель Короленко. А еще мы успели полепить из глины. У местного гончара Мартина есть гончарный круг. Как же это было интересно! Каждый вылепил себе по горшочку, а один даже подписали светлояр и забрали с собой. Замечательным подарком для нас стало катание на лошади. А я даже попросила, чтобы ее не держали. Ведь так интересней. А так мы разговаривали с местными индюками. Они нас понимали и даже отвечали. Последний день. Встреча у костра. Игра в тайного друга и обмен впечатлениями. Как не хотелось покидать село Владимирское и озеро Светлояр, но мы решили обязательно вернуться. А в нашем Китежграде мы собрались все вместе и нарисовали картину о граде Китеже. Попытались изобразить так, как мы его себе представляем. Ведь он навсегда останется в нашем сердце. Китежграде